Между тем, все тот же Ноябрьск никак не может справиться со снегом на улице. Во дворах сугробы по колено, на крышах снежные завалы и свисают сосульки, под окнами метровые снежные кучи, а проезды во дворах больше напоминают трассу для экстремальной езды. О том, как поступать жильцам, когда управляющие компании не исполняют свои обязанности, в рубрике «Нам здесь жить». К дому 13В по изыскателям наша съемочная группа добралась чудом. Проехать сюда практически невозможно – снеговалом. Жильцы трехэтажки говорят, что трактор за зиму здесь побывал дважды. Все остальное время, шутят люди, они устраивают соревнования по спортивному откапыванию автомобилей. У нас в нашем дворе снег как выпал, люди все толкают, машины застревают, коммунальщиков не дождешься. Последний раз в январе месяц чистили. Постоянно звоним, узнаем, все обещают. Допустим, последний раз обещали в марте месяце. Сегодня уже на данный момент апрель. Причем по двору трудно не то что проехать. Порой здесь и пройти невозможно. Особенно тяжко препятствия преодолевать мамочкам с колясками. А еще за этим домом есть детская площадка. Правда, чтобы попасть на нее, для начала необходимо здесь расчистить дорогу. Но, видимо, кроме самих жильцов, это никому больше не нужно. А вот здесь на Космонавтов 51 и того интереснее. За всю зиму, говорят люди, почистить здесь было некому. Ну вот только откопали вот эту вот. В воскресенье замело опять по новой, все, приехавшей. Ну, товарищи сами с горем пополам откапываются. Ну, на этом я еще могу уехать как-то. А сейчас вот это вот подкласить немножко и я устряну. Снег, как известно, вещь непостоянная. Скоро он начнет таять активнее и тогда... У меня болотники есть, на всякий случай. До бетонки дошел, переобулся, болотники под мышкой, пошел. В общем, чувство юмора – это, наверное, то последнее, что в этой ситуации спасает. Надежда иссякла, терпение тоже себя исчерпало. Бороться с обслуживающими организациями в этом вопросе сетуют люди, равно что с ветеринными мельницами. Как ни крути, толку нет. Денежку собирают, куда-то денежка девается – неизвестно, непонятно. Хотя специалисты говорят, бороться с бездействием управляющих просто необходимо. Нарушением является именно навесы, налить и сосульки на козырьках балконов, над подъездами и по кровле. То есть просто наличие снега на кровле – это не всегда считается нарушением. Дальше есть два варианта развития событий. Первый – написать в ГЖИ заявление. На проверку и подготовку всех документов у специалистов уйдет примерно месяц. И второй – более трудоемкий, но и результат гораздо эффективнее. Жильцам рекомендуют составлять акты. В письменном виде фиксировать нарушения и желательно подкреплять их фотоснимками. Акт, где будет зафиксирован все-таки факт права нарушения, имеют право нам предоставить, и все-таки это будет возможность жилищной инспекции привлечь виновное лицо к ответственности. Максимальное на юридическое лицо – это 50 тысяч, на должностное – это 5 тысяч. Но это то, что касается уборки снега с крыш и проезда в детские площадки – вопрос отдельный. Здесь необходимо внимательно изучить договор с управляющей компанией. Если этот вид работы там прописан, значит смело обращаемся с жалобой. Надо знать, по крайней мере, с какой организацией заключен договор. Потому что сколько людей звонят, у нас не чищена территория. Какая у вас управляющая компания? Мы не знаем. Но как это вы не знаете? Вы не только должны знать, какая управляющая компания, но и должны знать, сколько раз они должны чистить, сколько они вам эту услугу должны оказать, и какую именно услугу они должны вам оказывать. В конце концов, все, что должны выполнять управляющие компании, и все, что они не выполняют, измеряется в денежном эквиваленте. Так что стоит обратить внимание на то, кому и за что мы платим деньги. Ксения Епишева, Александр Иванов, Виталий Харченко и Григорий Короптев. Новости нашего города.